Всем привет с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня с новой серии на проекте Родина Релеплейт Центральный Округ Монитис Кирюха Полканов. Не забывайте вводить в маник регистрации. Также можете вводить мой промокод. Вся информация есть в описании под видео. Сегодня будет очень интересное видео, потому что я вам покажу как проходил массовый слёт машин. Конечно, на слёт бизнесов я не успел, потому что я был на работе. Кто не знает, давно был слёт всех домов и бизнесов. Но. К сожалению, я домой пришёл только в 8 часов. А слёт был в 7 часов по МСК. Поэтому я не успел на слёт домов и бизнеса. Но зато я успел на слёт именно Машин и смог себе словить очень интересную машину. Какую именно вы сейчас увидите в видосе. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, давайте постараемся на этом видео набрать 100 лайков. Если вы наберете 100 лайков, я вам покажу, куда я потратил 50 миллионов, я купил себе очень прикольный дом-машину. Покажите на этом видео хорошую активность, и в следующем видео я вам все покажу. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну там людей очень много, давайте по GPS вам даже покажу. Давайте, допустим, эконом-класс, покажу вам, сколько здесь людей ловит машин. Вот, на эконом-классе, в принципе, людей не так уж и много, но они здесь есть. И здесь будут ловить Субару, Митсубы, вот эти все. На них толком не поднимешься. Самое лучшее ловить, это либо Елик, либо М5 и 60, либо Ямаху, либо Маврик. Давайте я вам все автослоны покажу, вообще сколько сейчас людей. До слета осталось 18 минут. Это реально очень мало. Уже стрим запустил, Старс Мэйсон, СК Мэйсон, короче. Он уже будет сейчас пополнять машины. Так, люкс-автослон, давайте я вам покажу. А не, средний, давайте покажу. Я буду машины пытаться ловить в среднем классе. Но здесь людей тоже много, видите, вон. Здесь, я так понял, будут ловить именно жестко. 29 FPS. Короче, здесь какую-то машину будут ловить. И здесь. Какие именно, я не знаю. Для транспорта, давайте я вам покажу. Люкс-класс. Здесь больше всего людей сейчас находится. Здесь просто людей пиздец, вот, смотрите. Здесь людей просто пиздец находится. Но здесь будут гелики ловить. Здесь, ну, короче, самые дорогие машины. Вон, еще здесь людей. Здесь людей просто пиздец. Наверное, человек 100 точно здесь есть. Наверное, даже больше. Онлайн сейчас 800 человек просто. 800 онлайн. Так, давайте я вам покажу теперь вертолеты. Сколько там людей. Там тоже людей немало, в принципе. Салон вертолетов, давайте я вам покажу. Здесь тоже много людей. Но вертолеты ловить, я не помню, сколько гуско. Здесь, конечно, не так много людей. Но тоже люди, как бы, есть, видите. Вот, здесь, получается, вертолеты будут ловить. Давайте еще посмотрим нелегально это салон. И, в принципе, все, больше нечего смотреть. Яхт-центр там, я думаю, смысла нет вообще. Так, а здесь, кстати, ну, есть люди. Но здесь вообще очень мало людей. Здесь очень мало людей. И, я думаю, здесь толком ничего нельзя даже словить. Какая-то сейчас обстановка вот такая вот. Реально, до слета осталось вот 15 минут. 14.44. Онлайн 826. И все уже готовы ловить машины. Ебать! Ебать, сука! Сука, BMW, блядь! Ебать! Блядь! Сука, кто-то купил! Гольф! Гольф, сука! Где Гольф? Где Гольф? Ладно, куплю эту хуйню. Хуй с ним. Ебалося, ну, в рот. Я просто, блядь, я любую машину уже готов был купить. Вот, С8, да, продают? Ебануться просто! Нахуй я ее купил вообще! Так, цены не покупаете очень дешево. Пизда, просто. Ебал я в рот, блядь. Сука, эту хуйню лучше в гос, блядь, продам, нахуй. Пизда, нахуй, в гос идет, блядь. Помойка, ебаная, сука. Где она вот эта, блядь? Где нахуй, сука, шалава, блядь? Там 0 человек на Камре. Камре, 100%. Что, Гольфа взял? Субару, 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 Субару. Да какого хуя, сука? Я почти ее купил. Тварь, блядь. Какого хуя она, блядь, крашила, сука? Я хоть словил что-то или нет? Или не словил я? А, я словил ее. Я словил, я успел ее словить. В итоге, как вы видели, я все-таки словил эту Субару и купил еще на нее номера. Вот такая вот замечательная машина. Но в ней есть баг, который меня очень сильно бесит. А именно вот это нитро. То, что если ты ставишь нитро, оно у тебя просто в воздухе висит вот в этом месте. И от этого никак не избавиться. Поэтому надеюсь, что разработчики, либо модпакеры, это пофиксит скоро времени. Потому что, ну, смотрится это очень убого, и мне очень хочется снять нитро. Но нитро можно снять только через донат. Поэтому, дело такое себе. В целом, машина очень хорошая. На данный момент она в стоке, потому что почему-то тюнинг отри не работает. Но в стоке, пацаны, она мне очень обрадовала. Она в стоке 228 км в час. Я вам это чуть позже покажу. Сколько эта машина стоит, честно, я не знаю. Но я таких машин вообще не видел, практически. Я только вчера на заправке там видел две машины стояла Субару. Я, если честно, оцениваю эту машину где-то, ну, в 15-20 миллионов. Потому что, как бы, их вчера мало слетало. Там, пару штук всего лишь. И я успел, как бы, одну словить. Слава богу, потому что я думал, у меня крашнуло, и все, я не словил. Сначала я словил, получается, С8 Ауди. Но в итоге, как оказалось, она вообще ничего не стоит. И я все в гос. Но это новая Субару, ее раньше не было в модпаке. И поэтому, пока что, я ее продавать не буду. Пока что, я сам был на ней ездить. Мне еще на ней номера очень нравятся, которые я купил. Вот я, короче, выехал на трассу. Немножко подальше от автобазара, чтобы не лагало. И давайте просто посмотрим, как она едет с места. С Nitro. Да, конечно, я хочу снять Nitro, но с Nitro она едет просто охуенно, пацаны. Смотрите просто на этот разгон. Подгорочку еще. Она едет очень хорошо. И это в стоке, пацаны. Она абсолютно в полном стоке. Докончилось топливо у меня в машине. Охренеда просто. Классно, пацаны, выехал вообще. Охренеда просто. Но едет она очень хорошо. Так это, пацаны, понимаете, это полный сток абсолютно. В ней ничего нету. Я бы с радостью ее хотел бы затюнить. Но пока что, почему-то, тюнинг ателье не работает. Но я хочу вам по прямой именно показать, как она едет. Потому что, ну, с горки это понятно. Ну, видите, вот максималка 228. Она упирается и все. Но нужно вам показать именно по прямой, как она едет. Вот, допустим, давайте остановимся. Ну, внешне она пиздатая. Но диски, кстати, они должны быть как бы золотого цвета такого, знаете. Но они почему-то очень темные. И это меня немножко напрягает. Потому что я хотел из нее сделать настоящую такую Subaru. Но в итоге диски какие-то сильно темные. Номера вот эти мне очень нравятся. Вообще пиздатно смотрятся. Все, давайте с места просто стартуем. И посмотрим ее максималку именно по прямой. Вот здесь хорошая прямая как бы есть. Вот, максималка у нее 228. То есть, все, она уперлась. В машинках с характером, я бы сказал. Хорошо она едет. Ну, честно, я доволен то, что я ее условил. Она стоит по ГОСу 1 миллион 50 тысяч стоит эта машина по ГОСу. Кто желает ее приобрести, я за 20 лямов отдал бы. А так я ее продавать особо не хочу. Здесь показывает то, что она едет 157 в стоке. Но в стоке она пока что едет 228. Возможно, если ее затюнет, она будет ехать 228. Возможно, да просто бах. Вот написано суббаром пресса. В принципе, пробег 37 километров. Все, пацаны. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Продолжение следует...